Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Привенчатая стилизованная изба – ничто иное, как музей в стенах храма знаний. В школе номер 17 его основательно, с чувствуем, с толком, с расстановкой предметов создавали аж три года. И вот презентуют с самоваром, караваем и баранками гостям дорогим. А начиналось всё вот с этой коллекции кукол. Её в дар музею передала директор школы. Наши дети, девочки, к сожалению, в большинстве своём играют в кукол иностранного производства. Поэтому решила, что эта коллекция должна перейти по наследству моим воспитанницам. Ну и вот, собственно, с этого и началась работа над вот этой вот комнатой, комнатой семейных ценностей. К маленьким куколкам в костюмах народов России подоспели и другие. Кажется, всё многообразие русских игрушек начинающим музейщикам удалось собрать в одной комнате. И главное, результат уже есть. Дети от этого кабинета в восторге. Тут старинные игрушки разные, дымковские игрушки, росписи разных народов. Мне очень нравятся вообще, ну, такие древнерусские, такие, ну, игрушки. Они такие старинные, красивые. У нас глиняная игрушка, это филимоновская, дымковская и абашевская. То есть редкие такие даже игрушки. А далее у нас различные деревянные игрушки. Такие широкое представление имеет эта матрёшка. Печки-лавочки, утварь и антуражные атрибуты помогают создать атмосферу уюта. Каким был быт наших предков, что рукодельничали и что ценили, детям уже рассказывают. В этих стенах в рамках уроков семейных ценностей, которые, как выяснилось, неразрывно связаны с русской культурой. Здесь мы проводим уже мастер-классы различные, приглашаем народных мастеров, делаем игрушки с детками, куклы из лыка и других различных материалов. Именно посвящённые народной культуре, то есть именно то, что является общественной и семейной ценностью. Иметь школьный музей не обязательно по стандартам Министерства образования. Тем не менее, в Красногорском районе учреждения, где их нет, можно по пальцам пересчитать. Теперь вот открылся музей семейных ценностей, который, конечно, будет пополняться новыми экспонатами.